Я пошла в школу в 1988 году. Когда мне ещё не было 6 лет. Я стояла на линейке в красивом белом фартушке в коричневой школьной форме времён СССР. И мне очень это всё нравилось. Мне нравилось, как я выгляжу, красиво одета. Мне должно было исполниться 6 лет 9 сентября. Но 1 сентября меня уже отдали в экспериментальный класс 6-леток. В то время все дети шли в школу с 7 лет. И наш класс был самым-самым первым, кто попробовал идти в 6. Но большинство моих одноклассников были всё равно на год меня старше. Потому как мне в сентябре только исполнялось 6, а им в этом году всем исполнялось 7. На линейке я была самая маленькая. Большинство детей перегородили мне полностью обзор. Я ничего не видела, только слышала музыку. И поскольку я была застенчивой девочкой, я стояла себе молча сзади всех и ждала, когда это всё закончится. В какой-то момент стали поздравлять тех, кто выпускается из школы. Я, возможно, вообще не запомнила бы эту линейку. Но вдруг директор объявляет, что сейчас старшеклассники идут поздравлять нас, первоклашек. И они нам дарят открытки, которые сделали сами, с любовью. Представляете, как это было для нас почётно? И как нам хотелось получить этот подарок от них, от таких крутых, взрослых, уважаемых. И все мои одноклассники, они бросились вперёд и начали брать открытки. А я стояла сзади, стеснялась и ждала, когда ко мне самой подойдут. И вроде и старшеклассников много было, но нас ещё больше, как оказалось. И вот я остаюсь без открытки. Повсюду цветы, музыка, а мне грустно хоть плачь. Кажется, я тогда впервые задумалась о поговорке «Наглость и второе счастье». Что кто первый бежит, кто первый всё себе берёт, у того оно и есть. А кто стоит сзади и ждёт, у того ничего нет. Но я была такая и не могла себя изменить и стать другой. А что остаётся таким людям? Только стоять и плакать. И мои глаза наполнились слезами. И вдруг. Представляете, я вижу старшеклассницу, которая такая же, как и я. Она не побежала вперёд совсем и не раздала открытки. А стоит в сторонке, смотрит и не может найти, кому бы подарить свою открытку. Конечно же, сделанную с любовью. И я остаюсь, надежда на неё смотрю. И так и не бегу ей навстречу. Она увидела меня, подошла и говорит «Поздравляю тебя с поступлением в школу». И мы обе обрадовались тому, что нашли друг друга. И когда я пришла домой и открыла эту открытку, она была такая красивая. Написана очень красивым почерком. Рисунки были нарисованы, раскрашены. И видно было, что сделано всё от души. И старшеклассница очень старалась. И я подумала, как же хорошо, что я не побежала вперёд с остальными. И именно эта открытка досталась мне. Субтитры создавал DimaTorzok и отвечала нам на них. Вопросы были какие угодно. Например, сколько лет живут вороны, или почему люди дышат носом. Всё что угодно. Однажды мы с моим другом, очень весёлым мальчишкой, написали столько вопросов, что заполнили просто весь конвертик. И мы так ждали, что Светлана Ивановна будет на них отвечать. Но она в тот день пригласила своих учениц из старших классов. И ученицы доставали эти вопросы и отвечали. И каждый раз мы краснели, когда доставали какую-то нашу глупость. И думали, хорошо, что никто не знает. Только я и он знаем, что это писали мы с ним. Но я перестала дружить с этим мальчишкой. После того, как он мне рассказал про свою шалость, как он пошёл к бабушкам, которые продавали жвачки с вкладышами, попросил посмотреть несколько штучек и подменил их на пластилин. То есть он брал обёртки от жвачек, заранее дома складывал туда пластилин и получалась такая пластилиновая жвачка. И потом подменивал на настоящие. Я посчитала, что он поступает как бандит и перестала сильно с ним дружить. Мне было очень жаль обманутых бабушек и других покупателей, которым могли попасться эти пластилиновые жвачки. Мои школьные комплексы начались вот с этого миленького мальчика. Он был хорош с собой, у него была идеальная прическа. И даже очень красивая фамилия. Его идеальность во внешности очень портила его характер, потому что он любил показывать, насколько он лучше всех остальных и посмеиваться над другими. В том числе частенько смеялся и надо мной. К примеру, когда мы пришли во второй класс после летних каникул, и Светлана Ивановна спросила нас, что мы прочитали за лето. И я назвала свою любимую книгу «Малыши Карлсон, который живёт на крыше». Мой одноклассник захихикал и сказал, что он читал «Маугли» и «Тарзана», показывая этим, что я читаю слишком детские книжки. Но мне было всего 6 лет, и эта книга вполне подходит для этого возраста. А ему уже было 7,5. Тем не менее, это породило во мне некие комплексы. Для ребёнка нет ничего хуже, чем когда над ним смеются. Именно тогда у меня зародился страх сказать что-то не так или неправильно, и я стала предпочитать промолчать, когда что-то спрашивает учитель, чем опозориться и снова слышать хихиканье. Хоть я и была самая младшая в классе, но техника чтения у меня была очень высокая. Я была на втором месте после девочки, которая была старше меня на год, и я очень любила читать. А тут ещё и наша учительница придумала кое-что необычное, как раз после того, как я прочитала сказку про Буратино. Я не знаю, где Светлана Ивановна раздобыла такой огромный ключ, но однажды она принесла его в школу и сказала, что тот, кто прочитает больше всех страниц за каникулы, тот получит этот ключ к себе домой и сможет на него смотреть аж целых три недели. После этого ключ перейдёт к следующему, кто больше всех прочитает. И знаете, как это было почётно, когда кому-то вручали ключ? Из всего класса, из 30 человек, именно он один получал этот ключ к себе домой. Конечно, каждый мечтал об этом, и все бросились читать. Я была уверена, что я прочитаю за каникулы больше всех, ведь я читаю очень быстро. И мне очень помогла книжка Кира Булычёва. Она была толстая и очень интересная. И у меня всё получилось. Ключик провисел три недели у меня дома на заранее приготовленном для него гвоздике. И даже тот одноклассник, который посмеивался с меня, посмотрел на меня с уважением. Я поздравляю всех с первым сентября, даже взрослых людей, потому что первое сентября у любого человека ассоциируется со школой. И даже когда мы вырастаем и заканчиваем школу, у нас появляются дети, и вместе с ними мы идём туда-обратно. Раскрашивайте свою жизнь ярко, каждый день, потому что только мы решаем, какой она будет. Каждый день перед нами белый лист. И только мы способны сделать его ярким-ярким. Всем добра, счастья и удачи!